Здравствуйте, с вами на связи Артем Уточкин и этим видео мы начинаем новую рубрику, которая будет называться «Видеоглоссарий». Дело в том, что когда я провожу бесплатные онлайн-семинары для моих подписчиков и записываю разного рода видео, то у некоторых любителей, которые только часто начинают играть в настольный теннис, возникает много вопросов именно по терминологии настольного тенниса, то есть не всегда понятно, что я подразумеваю, когда говорю про тот или иной элемент. Плюс некоторые элементы в настольном теннисе называются разными тренерами, разными спортсменами, немного по-разному, то есть имеется в виду одно действие, но называется оно разными словами. Поэтому по нескольким вот как раз запросам наших подписчиков я решил сделать вот такую рубрику, в которой буду рассказывать очень кратко про каждый элемент и буду говорить про его название. То есть в большей степени рубрика для новичков, но и для таких более опытных любителей. Надеюсь, будет интересно смотреть данное видео, данную рубрику. В первом видео данной рубрики мы поговорим про первые базовые такие элементы настольного тенниса, чтобы у тех, кто только начинает заниматься настольным теннисом, не было путаницы в терминологии этих элементов. Хорошо, первый элемент, который мы будем изучать, вернее не изучать, по которому мы пройдемся, это накат. У нас существует в настольном теннисе накат справа и накат слева. То есть накат справа это накат открытой ракеткой, накат слева это накат закрытой ракеткой. То есть у нас всегда считается, что если мы играем правой стороной, то мы играем открытой ракеткой, если мы играем левой стороной, то играем закрытой стороной ракетки. То есть это тоже один такой из нюансов терминологии, с которым вы можете столкнуться на том или ином этапе вашей карьеры в настольном теннисе. Значит, накат в настольном теннисе это фактически первый такой технический элемент, который начинает изучаться. То есть после того, как вы научились просто перекидывать мяч на столе толчками, то начинает изучаться накат. Как правило, вначале это идет накат справа, затем это идет накат слева. То есть это такой первый базовый элемент. Какие характеристики есть у этого элемента? Во-первых, накат справа выполняется у нас без вращения. То есть мы не крутим мяч при накате справа. Когда мы крутим мяч, это уже у нас называется топ спин. То есть накат справа и накат слева выполняется без вращения. Также накат очень редко используется у нас в игре. То есть в основном в игре даже на более профессиональном уровне используются фактически только топ спины в атакующей игре. Накат используется в большей степени в игре детей. Там первого, второго, третьего года обучения. И у тоже начинающих любителей. То есть потом любитель уже довольно быстро тоже переходит на использование в большей степени более сложных элементов. Ну и еще один момент это то, что накат в основном выполняется у нас только по накату. То есть он не выполняется по другим элементам. Накат фактически невозможно выполнить по топ спину. Накат невозможно выполнить по подрезке. То есть накат он выполняется на стольном теннисе только по накату. И давайте сейчас посмотрим сначала несколько кадров, как я выполняю накат справа, чтобы для вас было более понятно, что это за элемент. И как я выполняю накат слева, так же, чтобы для вас было более понятно, что это за элемент. Дальше. Следующий момент. Вы можете столкнуться с таким понятием в настольном теннисе, как контр-накат. Контр-накат это то же самое, что и накат. То есть здесь никакой разницы нет. То есть здесь смысл такой, что мы как бы на накат, который на нас приходит, отвечаем накатом. И поэтому это называется контр-накат. Я уже сказал, что накат справа и накат слева у нас выполняется практически без вращения. Вот в настольном теннисе мяч, который идет без вращения, он называется всегда плоский. То есть если вы столкнетесь с таким термином, как плоский мяч, плоская подача, то это означает, что подача без вращения, что мяч без вращения. Тут, в принципе, все просто. Следующий элемент, о котором мы поговорим, это подрезка справа и подрезка слева. Подрезка это первый элемент в настольном теннисе, который, как правило, изучается с тех элементов, которому придается вращение. Следующим этапом уже идет топ-спин, но вначале рекомендуется изучать именно подрезку, как более простой элемент и тот элемент, которому можно на первых этапах уже придавать вращение. Значит, подрезка у нас, как бы, несколько есть вариаций подрезки, но мы сейчас пройдем именно на такую простую базовую вариацию. Подрезка применяется у нас в игре тоже, в общем-то, не очень часто. В игре профессионалов вы подрезку практически не увидите, там только выполняют подрезку в основном защитники, которые играют в защитном стиле. Мы тоже об этих терминах, таких как защитник, защитный стиль в будущем поговорим. Подрезка у нас в основном выполняется тоже по подрезке, то есть, когда у нас идет подрезка длинная, мы можем выполнить подрезку. Такой элемент используется у детей тоже начального этапа обучения и часто используется очень у медителей. И также мы можем выполнить подрезку по короткой подаче с нижним вращением. Давайте, чтобы вам было понятно, давайте посмотрим сначала, как я выполняю подрезку справа, чтобы вам было более понятно, что это за элемент. И как я выполняю подрезку слева, чтобы тоже вам было более понятно, что из себя представляет этот элемент. Подрезка с нижним вращением. Подрезка справа и подрезка слева у нас выполняются на стольном теннисе с нижним вращением. Вы часто можете услышать такой термин, например, как подача с нижним вращением или просто нижнее вращение. Нижнее вращение – это такое вращение, когда мы играем под мячом, когда мяч крутится, летит вперед от нас, но крутится вот с таким вращением. То есть как бы крутится на нас, то есть фактически он отскакивает на половинке соперника и немного стремится вернуться к нам обратно. Вот это и есть на стольном теннисе нижнее вращение, чтобы вы не путались, когда, например, вы услышите такой термин, как подача с нижним вращением. Также подрезка выполняется у нас на стольном теннисе с нижним вращением. Следующий термин, с которым вы можете столкнуться в настольном теннисе, называется кач. Кач – это взаимный обмен подрезками между двумя партнерами. Если, например, вы сделали подрезку, на вас ваш партнер сделал подрезку, вы снова этот мяч подрезаете, то это уже можно назвать качом. Еще раз, кач – это взаимный обмен подрезками. Я считаю, что для первого видео достаточно. Пишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео те термины, которые вам недостаточно понятны. Я буду все эти термины выписывать, сортировать, и потом по каждому термину обязательно в следующих видео буду проходиться, чтобы вам все было максимально понятно. У меня на этом в первом видео нашей новой рубрики «Видео глоссарий» все. С вами был Артем Уточкин. Я желаю вам прекрасного дня и успехов в настольном теннисе. Я благодарю вас за просмотр данного видео и буду очень признателен за ваши лайки и комментарии. А если вы хотите получить больше пользы и результатов от моих обучающих материалов по настольному теннису, тогда подписывайтесь на мою e-mail рассылку. Это абсолютно бесплатно и ни к чему вас не обязывает. При этом, подписавшись на мою e-mail рассылку, вы начнете регулярно, как правило, каждую неделю, получать на свой e-mail новые полезные материалы по настольному теннису лично от меня. Причем материалы из рассылки, как правило, публикуются нами в интернете с большой задержкой, либо в урезанном виде, либо же некоторые материалы вообще не публикуются. То есть, подписываясь на мою e-mail рассылку, вы гарантированно будете получать мои свежие статьи и свежие видео уроки вовремя, в полном объеме и одним из первых. Кстати, сразу же после подписки на e-mail рассылку, вы получите несколько очень полезных обучающих видео уроков по самым базовым моментам настольного тенниса, которые должен знать каждый уважающий себя любитель, независимо от его уровня. Подписка на данный момент доступна на моем сайте artemuточкин.ru, либо же, если вы смотрите данное видео на YouTube, то сейчас справа от меня появится баннер, кликнув по которому, вы перейдете на специальную страничку, на которой сможете оформить свою подписку совершенно бесплатно. Итак, кликайте по баннеру справа от меня, подписывайтесь на мою e-mail рассылку и до встречи в первом видео уроке, который вскоре придет на ваш e-mail.